Дорога к знаниям должна быть безопасной. Ежегодно активисты Ивановского отделения Общероссийского народного фронта начинают осень с проверки дорожных условий у школ. Мы совместно с администрацией города Иваново, с нашими экспертами Общероссийского народного фронта, сотрудниками ГИБДД, выявляем недочеты, которые мы видим вблизи школ, которые влияют на безопасность наших с вами детей. По результату рейда направляется обращение в администрацию города Иваново и уже в дальнейшем мы наблюдаем и видим, как ситуация вблизи школ меняется. Чтобы избежать аварий, правила дорожного движения должны знать и соблюдать и дети, и взрослые. Кроме того, есть определенные дорожные условия, без которых переходить дорогу у школы просто небезопасно. В настоящее время пешеходные переходы оборудуются в соответствии с новыми нормативными требованиями. Так, пешеходный переход выполнен в двойном цвете. Это белый и желтый для лучшего привлечения внимания водителей. Также знаки пешеходный переход расположены на желто-зеленом фоне, светоотражающем фоне. Их хорошо достаточно видно ночью. Ну и возле школ применяются такие меры принудительного воздействия на водителей. Это искусственные неровности, которые помогают снижать скорость движения транспортного средства. У 26-й школы в этом году появилась искусственная дорожная неровность. Движение здесь оживленное. Установка этого элемента напрашивалась давно. Теперь за безопасность маленьких пешеходов в светлое время суток директор школы спокойно. Но кое-что нужно еще довести до ума. Не хватает немножечко освещения, поэтому сегодня решался вопрос о дополнительном освещении, поскольку детишки маленькие, начальная школа, идут домой вечером. Вечернюю смену, поэтому это необходимо. А так, действительно, город очень на внимание большое обращает и помощь большая. Изменилась и дорожная обстановка у 23-го лицея. Еще год назад, выходя за ворота, учащиеся попадали сразу на проезжую часть. Прошлогодние рекомендации комиссии учли. И теперь яркий пешеходный переход ведет школьников и их родителей прямо к тротуару. Как рассказывают эксперты ОНФ, у них остается все меньше поводов для беспокойства. На сегодняшний день подходы к большинству школ города оборудованы всем необходимым для безопасности маленьких пешеходов. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.